Будем расстроить ситуацию, значит. Насыпаем гидрогель в эту форму. Проведем эксперимент, что получится, если залить гидрогель эпоксидкой, которая осталась от цветка. Так, посмотрим, что получится. Пока ничего особенного не происходит. Гидрогель как-то не меняет цвет, не растворяется. Хорошо. Только половина крышечка. Плодненько тут. И через дырку наливаем. Добрала маленький шприц гидрогеля. Сейчас буду добавлять через зрачку туда еще. Мне кажется, это мало. Оп. Сейчас еще наберем. Положкой. А сейчас все легко и просто. Оп. И готово. Вот таким вот образом я хочу заполнить этот шарик гидрогеном. Можно залить сюда эпоксидки. Вставляем шприц. Вставляем сюда шприц. И стаканчиком наливаем. Вот уже сейчас видно, что какие-то от гидрогеля пошли потеки. Потеки, потеки, потеки. Вот он там. Хотела добавить еще шариков этих через эту дырочку. Сверху. А теперь думаю, чтобы эти потеки дали какой-то эффект, надо все-таки оставить, добавить еще немножко эпоксидки. И все. И больше гидрогене добавлю. И наоборот, если добавить больше гидрогене, будет он сейчас с ним. Все, я подумаю. Сверху тоже. А я все не как свою зелью закончила. Так, ну продолжаю выполняться эпоксидки как-то формами. Вот такой. Я из него вытащила этот движок, который и через верх наливаю стаканчиком. И стаканчиком наливаю эпоксидку по чуть-чуть. Без движка она капает очень медленно. Зато наливать удобнее, кажется. что-то не важно. Вот еще проблема появилась. Капает теперь через это вот место соединения. Может видно, как оно капает? В общем, в одну трубу выливается, в другую, блин, выливается. В общем, капает эпоксидка. Форма оказалась такой вот ненадежной. Здесь оно заливается, а здесь оно выливается. И вот теперь уже видно, что вот сверху, где эти шарики цветные гидрогена, они еще имеют цвет какой-то разный, разноцветные, на самом верху, где я только-только добавляла. Потом более ниже они уже такие полупрозрачные. как бы внутри только такой цвет, а снаружи как бы такая, такие стеклянные, как стеклянные, такие прозрачные стали. Вообще. В общем, куда-то цветы улетучиваются, они понятно исчезают. И в итоге вот в самом низу, где я полчаса назад это все наливала, а потом именно отходилась камера, пошла заряжать. И вот, значит, в самом низу там уже какой-то белый, мутный такой осадок. В общем, просто белая мысль, вообще ничего не видно. Никаких шариков, ничего там внутри этого, этой формы силиконовая. Надо брать, наверное, пистолет клеевой и заклеивать снаружи этот шарик. Ни хрена не получится без этого. В общем, в итоге, блин, в этом шарике получится у меня... Ведь никаких суетных этих гидрогеля видно не будет, а будет только такой матовый, белый какой-то, мутный. Мутный какой-то белый будет этот самый шарик такой вот. Мне интересно. Ну вот так вот, такая вот смешная история. Так что эксперимент с гидрогелем, я считаю, неудошлый. Это они просто там как бы растворились и бесцветные стали, такими матовые, белые. Чего сжать эту форму, чтобы она не протекала? Надо под... В общем, поднимала вот такую конструкцию с прищепками. Шарик не помню, поэтому... Я уже тут поналивала, поразливала. Поэтому я беру вот такой шприц и добавляю ложкой у него вот сюда гидрогель. И насыпаю гидрогель, чтобы наполнить шарик. ПОТОРОДУМАТПИСЫ ПОТОРОДУМАТПИСЫ Субтитры сделал DimaTorzok